Телеканал КРТ представляет На тот момент еще реестр нотариальный работал, государственный реестр И тогда люди быстро продавали квартиры свои в Донецке и Донецких областях И все деньги вывозили, инвестировали в местные громады В Донецке, в Луганске, на окраинах из городов, например, Макеевке, Зугреса, Тореза Люди, которые сессиноваты, люди переезжали в Киев В основном это переезжали трудоспособные люди, которых не нужно уже в садике учить, в школе учить Их не нужно уже образовывать в высших учебных заведениях, в специализированных училищах Это люди уже дееспособные, способные создавать продукцию с высокой добавочной стоимостью То есть люди, которые готовы расстраивать государство И они, порядка полутора миллионов людей, хлынули во все города Украины И власть вместо того, чтобы интегрировать их в местные громады Как инвесторов, финансовых, интеллектуальных инвесторов Власть сделала все, чтобы их как можно быстрее вытеснить И доказательством моих слов, что власть их не воспринимала как свой электорат И хотела их вытеснить с 2014 года является 365-е постановление кабинета министров Украины По которому, по Павлу Розенко особый привет министру Реве По которому переселенец, приехавший на подконтрольную Украине территорию Должен сидеть в квартире и ждать, пока работник социальной службы придет в любое время В которое ему заблагорассудится И проверит его фактическое нахождение там То есть вы понимаете, абсурд Человек приехал с узелком за спиной Имея стресс, шоковое состояние Отсутствие стабильности Ну полная дезориентация социальная Разорванные социальные связи Ему сначала не снимают квартиру Потому что он условно сепаратист Ему бьют стекла в автомобиле, как мне, например, в 2014 году То есть его полностью не приемлет внешняя среда, в которой человек оказался Ему нужно зарабатывать деньги Поскольку для переселенцев в тот момент Добрые сограждане сделали арендную плату в 2-3 раза выше Чтобы вы понимали Это был весь 2014-2015 год Харьков, Одесса, Киев Там рекордсмены в этом И человек думает, как заработать А ему социальная служба говорит Нет, если вы постановление Кабмина 365-е Не будете соблюдать И не дадите нам доступ к своему жилищу Мы не проверим, что вы фактически проживаете по тому адресу По которому получили справку переселенца То любые социальные выплаты мы вам остановим Поэтому лично я Когда коснулось меня дело И я наездами был Но в основном я переехал в 2016 году в Киев Уже окончательно решив, что я буду жить в Киеве На время войны Я не то, чтобы не думал о каких-то социальных выплатах Я, во-первых, считал это неразумно И за 1200 гривен Сидеть дома в Киеве, например И чем-то пока социальная служба Да, а там еще был парадокс какой А когда мы общались с работниками социальной службы Работники социальных служб говорили Да мы и не будем ходить по этим квартирам Поскольку у нас есть укомплектованный штат сотрудников И есть заработная плата Нам в нагрузку дают еще У нас есть основная работа Нам в нагрузку дают еще тысячи, сотни тысяч адресов Которые мы должны проверить Ну, то есть логично, да? Битый не битого везет Зарплаты не поднимают Штат не расширяет работников социальных служб при исполкомах Поэтому мы Это инсайт работников социальной службы Поэтому мы, понятно, пишем Не проживает, не проживает, не проживает, не проживает И все социальные выплаты И пенсии, которые не являются социальными выплатами А которые являются материальным правом каждого человека По окончанию своей трудовой деятельности и выхода на пенсию Они просто все это приостанавливали Ну, это выгодно Когда не выплачивают, оно же в бюджете завершается И понятно, когда такие люди, как я Молодые, трудоспособные Которые не стали ничего ждать от государства Уже имея предыдущий опыт работы с ним в различных инстанциях Пошли и начали частным образом в бизнесе В адвокатуре, как я Там, я не знаю, в предпринимательстве зарабатывать деньги Люди, которые социально незащищенные Например, мать-одиночка с двумя-тремя детьми Которых не оставишь, няню не наймешь Потому что няня в Киеве будет стоить 10, 15, 20 тысяч Садики ей стоят по 30, по 20 тысяч частные Ей ничего не оставалось, как цепляться за эти, извините за выражение Нищенские, позорные 1200 гривен И люди сидели и ждали социальных работников А те люди, которые не дожидались этих социальных работников И когда у них заканчивались деньги к существованию Они просто брали вещи опять обратно и ехали под снаряды И хорошо, если куда они возвращались, там еще хотя бы жилье было А как правило, многие территории не подконтрольны Особенно рядом с боевыми действиями Часть разрушенного жилья, часть разграбленного мародерами Потому что мародеры были, мы знаем, как и с украинской стороны Среди представителей Добробатов Так и со стороны так называемых ополченцев ЛДНР Там тоже мародеров хватали Для кого война, а кому мать родная Когда война, там сразу снимаются все маски И каждый, вот я сейчас говорю, мурашки по телу И там сразу снимаются все маски И мы сразу видим Какой человек Какую имеет внутри духовную культуру И чем он вообще жил Потому что, например, те люди, которые мне когда-то были должны деньги И приходили постоянно, перезанимали Рефинансировали, как модно сейчас говорить, долг Получив, например, в Донецке Георгиевскую ленточку и автомат Пришли уже, например, на мой первый адрес регистрации Искать меня, чтобы отдать мне долг Но, слава богу, меня там уже не было То есть вы должны понимать, что так же, как и на ДНРовских постах Тебя останавливают, людей останавливают Чуть ли не направляют на тебя автоматы Говорят, ты за нас или за укропов условно? И, ну понятно, люди все говорили, да, за вас Они проезжали буквально 500 метров, километр То же самое делали на украинском блокпосту С ленточкой в украинском флаге С символикой Уже на украинском или на русском языке Ты за украинскую армию или за сепаров И за украинскую армию И ехали так дальше То есть свои среди чужих и чужие среди своих Это действительно ситуация В шахматах называется вилка Когда людей подвесили в прямом смысле слова Вот в очень неопределенную ситуацию А с переселенцами это было просто жуть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова